В Верхней Волжи продолжается газификация муниципалитетов. В Кимровском муниципальном округе в декабре газ пришел в шесть населенных пунктов, в том числе в деревню Святия. В одном из местных домохозяйств побывал губернатор Игорь Руденя во время рабочего визита в муниципалитет. Подробности далее. Деревню Святия газифицировали по адресной инвестиционной программе Тверской области. Для этого были построены межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы общей протяженностью 42 километра 600 метров. Проект реализовали поэтапно в 2022-2023 годах. Работы полностью завершены. Газифицировано шесть населенных пунктов. Кроме деревни Святия, это Федоровка, Топорок, Соболева, Пекунова и Крева. Возможность газоснабжения получили 986 домовладений, ФАП, дом культуры, административное здание. Первым подключенным в Святия газу стал дом семьи Крикотневых. Игорь Рудене осмотрел оборудование, газовую разводку, которую проложили по президентской программе бесплатной догазификации. Ну вообще на самом деле и продукты по-другому, потому что вот когда на электричестве вы готовите, что-то есть разница по вкусу. На костре еще лучше. На костре это, конечно, это уже мечта. Мы вас поздравляем. Спасибо большое. Вы у нас первое практически в Федоровском поселении. Семья Крикотневых обратилась к Игорю Рудене с просьбой обустроить дорогу до деревни и грунтовую дорогу внутри населенного пункта. Глава региона поручил включить объекты в план дорожных работ. Также в ходе рабочей поездки глава региона в Киморский муниципальный округ провел личный прием граждан. За содействием в решении вопроса капитального ремонта водопроводных сетей в селе Красное к Игорю Рудене обратилась местная жительница, директор Красновской начальной школы Валентина Воронова. Водопроводная сеть уже очень устарела. С 1986 года не было никакого ремонта. И практически бесконечные прорывы. Вода ненадлежащего качества. И постоянно перекопанные вот эти дороги, грязь. У нас находится школа тоже этой же водой пользуется. И качество воды желает лучшего. Построили новый ФАП, тоже подключили. Губернатор отметил, работы по ремонту сетей водоснабжения будут проведены в следующем году. Обратилась к губернатору и учителю английского языка Неклюдской средней школы Людмила Бурова. Вопрос касался газификации учреждения образования. Школа сейчас отапливается у нас каменным углем. Находится она в 40 километрах от Кимрах, в глубинке. В школе у нас достаточно тепло, но отопительный режим не совсем организован. Хотелось бы, чтобы школа у нас отапливалась более экологичным и более экономичным видом топлива. Игорь Рудене отметил, что на следующий год задача поставлена, чтобы на начало отопительного сезона модернизировать котельную и подвести газ. Еще один вопрос поступил от матери погибшего участника специальной военной операции Ирины Каримовой. Ее сын, Данил Каримов, награжден орденом Мужества посмертно. Похоронен на кладбище в деревне Большой Яковлево. Ирина Каримова обратилась к главе региона за содействием в благоустройстве мемориального комплекса создания Аллеи Славы. Вам бесконечно благодарны за ваш труд, труд матери, семье. И со своей стороны мы все решения необходимые приняли. Прошу еще какие? Это очень важно. Да нет, что. Губернатор Игорь Рудене поддержал это предложение, а также инициативу о присвоении улицам города Кимры имен земляков, героев СВО. Губернатор отметил, что работа по увековечению имен героев в названиях улиц и учреждения образования уже ведется в Тверской области. Также Игорь Рудене сообщил, что в Твери будет создан мемориал в память о героически погибших военнослужащих, жителях Верхневолжья.